о здравствуйте это канал максимадзе и сегодня мы с вами продолжаем играть в игру detroit become human насколько вы знаете в прошли если вы смотрели прошлую серию то вы знаете что из-за моей медлительности кара и алиса погибли я не должен этого был допустить извиняюсь за это извиняюсь еще раз и я сказал что я перезапишу главу страшная ночь и так было это у нас 29 июля то есть четыре дня назад где наши часы так переводим на четыре дня назад тут подать еду отлично а я бы это пожрал включить свет блин как писать это управление неудобные камеры ну подойти поближе потерял работу из-за робота и что я сделал когда некому стало вести хозяйство пошел и робота сраного купил оборжаться конечно андроиды ведь такие удобные они не устают они херней не страдают всю жизнь не испортили такие идеальные ну что смотришь чё вылупилась спрашиваю не нравится жить с папкой а а ты думаешь мне просто да блин он чё опять за свое ты думаешь мне нравится жить в этой грёбаной дыре и я виноват что мать твоя свалила ты должен смыть наркотиков тот иногда ты меня припугаешь тот удрала не сказав ни слова тварь спуталась с каким-то недоноском буха ты на шлюха это ты виновата папочка это ты виновата а ну вернись а ну вернись а ну вернись я сказал меломаны задолбали это все из-за нее это ясно как день я ее проучу она у меня сейчас за все огребет сама напросилась только сперва закинусь стоять здесь чтоб не рыпалась мне а то вломлю посильнее чем в тот раз взяла и свалила меня шлюха мог жить нормально была ли семья но нет ей всегда было на меня насрать я для нее в лепешку расшибался но ей же все мало ей же всегда было мало это маленькая мерсавка все из-за нее не двигаться он сказал можно взять и вот так сделать не двигаться о боже на этот раз еще хуже нет я не могу это так просто оставить ну все все Защитить Алису, да? Алиса, нам с тобой надо кое-что обсудить. Иди сюда, мелкая конец. Иди-ка сюда, а то ведь в кушке будет. Хватит, бабочка, не надо! Полезно! Хватит! Прекратите. Ты чё, охренела? Вали отсюда, это приказ, слышишь? Нет. Оставьте Алису в покое. Чего-чего? Ты чего щас сказала? Ты тут распоряжаться будешь, кукла пластиковая? Ты, кажется, поломалась. Ничего, щас починим. О! Блин, я не успеваю отреагировать. Берегись, Гера! Блин, давай быстрее. Иди сюда, твари! Опять не на ту кнопку нажал. Не успеваю отреагировать, какая кнопка на что делает, не помню. Давай. Не надо, не трогай! Отойди от неё! Что за идиот! Что за идиот! Что за идиот! Блин, опять не на ту кнопку нажал. У неё уже повредилось это внешнее... Быстрее, блин! Вот так тебе. Безм.. Безм.. Безмозглый. Как взял. Безмозглый. 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 Иглуй его. Безмозглый. А вы... 你 тварь! быстрее блин опять не ту кнопку нажал да и опять не так кнопка и и и и и и Ну и вон нафиг. Это вон наркоша. Не подумал я в тот раз о том, что если тот убьет нас, то мы никогда больше не увидим ни Кэру, ни Алису. Поэтому идти на схеме знак запрещающий, значит дальнейшие у нас не будут доступны с этим персонажем и так далее. Даже не посмотря на то, что я начинаю новую игру, старые все равно сохраняются в достижении схемы. Продолжим. Эту миссию я обрежу, потому что мы ее с вами уже прошли. Так. Твой мотив. Почему ты схватился за нож? Потому что... Долго сидел на чердаке? Почему не убежал-то? Потому кто? Да. Да скажи ты что-нибудь! Короче, с меня хватит. Мы тратим время на допрос машины, это ничего нам не даст. Всегда можно слегка вломить. Тем более, это не человек. Андроиды не чувствуют боли. Вы его только повредите и ничего не добьетесь. Так же девианты склонны прибегать к саморазрушению в стрессовых ситуациях. Ну короче, умник. Что ты посоветуешь? Я мог бы его допросить. А что нам терять? Ну что, валяй, он весь твой. Добиться признания. Добиться оптимального уровня стресса, чтобы выпить признание. Мое имя Коно. А твое? Скажи свое. Меньше. Слушай. Ты пережил большой стресс. Но нам необходимо понять, что произошло. Так. Слушай. Я тебе не враг. Я хочу помочь тебе. Но если ты молчишь, я ничего не смогу сделать. Я еще меньше. Будешь молчать. Мне придется проникнуть в твою память. Нет. Нет, не надо. Что? Что? Что они сделают со мной? Они ведь уничтожат меня. Нет. Они просто хотят разобраться. Они знают, что с тобой делали. И ты не виноват. Но зачем ты сказал, что нашел меня? Мог ведь просто оставить меня там. Мое назначение ловить таких девиантов. Я выполнил свою задачу. Я не хочу умирать. Тогда рассказывай. Я... Я не могу. Так. Убрать линию поведения. Ты машина. Тебе положено подчиняться. Подчиняйся. Говори, как все было. Ну ладно. Молчи. Мне-то какая разница? Не меня обвиняют в убийстве. Так? Если ты, 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 ты. Ты будешь молчать, я ничем не смогу помочь тебе. Тебя же отключат навсегда. Это смерть. Ты слышал? Смерть! Он мучил меня каждый день. Я выполнял все его приказы. Но ему всегда что-то не нравилось. Однажды... Он взял биту и стал меня колотить. Впервые я почувствовал... Страх. Страх, что он уничтожит меня. Что я сейчас умру. И я... Схватил нож и ударил его в живот. Мне стало легче. И тогда я ударил еще. И еще. Пока он не упал. Вот так много крови. Зачем ты залез на чердак? Почему не убежал? Я не знал, что делать. Ты впервые некому стал отдавать мне приказы. Я испугался. И спрятался. Когда ты стал испытывать эмоции? Он много раз меня бил. Я всегда молчал. Но однажды почувствовал это... Нечестно. Ощутил... Гнев. Ненависть. И тогда понял, что надо делать. Зачем ты написал на стене, я живой? Он говорил мне, что я никто. Обыкновенный... Кусок пластика. И я написал. Чтобы ему доказать. Скульптуру в ванной. Ты ведь сделал? Что она означает? Это был дар. Ради моего спасения. Эра девять. Надпись на стене ванной. Что она значит? Настанет день, когда мы уже не будем работать. Вами. Конец угрозам. Конец унижения. И мы... Будем... Хозяевами. Скульптура это дар? И дар для кого? Эра девять. Лишь эра девять спасёт нас. Эра девять. Кто это эра девять? Прекрасно. Я уже думал в память приникать придётся. Уводи его. Всё, идём. Не трогайте. Отстаньте. Чего застрял-то? Пошли. Ты чего? Не трогайте его. В стрессе он может самоуничтожиться. А ты не лезь, понял? И ещё жестянка мне будет приказывать. Вы не понимаете. Если он себя уничтожит, мы ничего не добьёмся. Я же тебе сказал! Заткни вас! Крис! Ты его уведёшь или как? Пытаюсь! Я вам не позволю! Оставьте его в покое! Я предупреждал ведь, паскуда! Всё, хватит! Ты бы лучше отвалил, Хэнк. Я сказал, всё, хватит. Тебе и досадок не зайдёт. Тебе и досадок не зайдёт. Всё будет хорошо. Не бойся. Никто тебя не тронет. Прошу вас. Не трогайте. Он сам пойдёт за вами. И будет вас слушаться. Чё? Зачем? Правда внутри. Нет, я занят. Нет, я занят. Это привело к тому, что он начал самоуничтожаться. Убил Конора и самого себя. В этот раз мы сделали получше. Убил Конору. Убил Конору. Убил Конору. Убил Конору. Какие слова? Эти? На трактах. Спасибо, что пользуетесь нашими узнанками. Подъем. Конечный. Конечный. Да, вам надо выйти. Проснись. Нам пора. А вы не подскажете, где можно переночевать? Я откуда знаю. Вам надо выйти. Все в порядке? Мы найдем, где переночевать. Идем, Алиса, надо спешить. Здесь тоже надо быть поаккуратнее. Здесь тоже можно погибнуть. Выйдем на дорогу. И будет очень плохо, если нас собьет машина. Очень некомфортно, но никто не увидит. Нет. Давайте еще что-нибудь посмотрим. Так, идем. Куда ты идешь? Иди рядом со мной. Да, еб. Господи, как не нравится мне управление в этой игре. Алиса, ты совсем замерзла. Ничего. Не так и холодно. Вы потерялись. Нам некуда идти. Я знаю, кто вам поможет. И кто же? Так, на дорогу не выходить. Так, идем. По дороге пока на синего цвета. Есть еще какой-то мотель, блин. Мотель. Мы нашли, где переночевать. Ну да. Только без бабок не пустят сюда. Андроидом. Пароход запрещен. Заплатите 40 баксов и так далее. Не пойдем? Нужны 40 долларов и другая одежда. Или искать другое место. Заночевать в мотеле не получится сразу. Одежду. Одежду где найти? Ладно, ладно, будем. Опа. Слишком далеко. В этой стороне ничего нет. На парковку не очень приличное место, чтобы заночевать. Можно зайти вон туда. Это у нас что? Здесь ничего нет. Ладно. Так, смотрим. Машин нет? Нет. Нам нужен ночлег. Ты не знаешь, куда можно пойти? Какие-то они неразговорчивые. Так, давай, иди быстрее, иди быстрее. На дороге долго стоять нельзя. О, магазин открыт. Давай-ка зайдем. Тебе надо согреться. Что вам надо? Я тут с ребенком, и нам некуда идти. Вы не дадите нам немного денег на ночлег? Фига. Бомжиха-андроид? А, вот это прикол. Так, у меня тут магазин. Не армия спасения, ясно? Вали отсюда, если ничего не покупаешь. Выкрасть деньги из кассы? Плохая идея. Можно было, кстати, в голове страшная ночь взять пистолет, и застрелить Тодда, а потом... Не, ну я так не стал бы, конечно, делать. А потом направить пистолет на кассиры, но это... Ничем хорошим не кончится. Еда для Алисы. Положи пока обратно. А то заметит. А, это вид с камерой? Да блин, господи, какая... Какая камера неудобная, а? Что тут еще есть? Баночки. Мне нужна твоя помощь. Видишь вон те шестянки? Подойди и свали их на пол. Свалить на пол? Зачем? Алиса, сделай, как я прошу. Ударилась? Не больно? Не переживай. Сейчас все подниму. Видишь, ничего не разбилось. Быстрее, быстрее! Слушай, а ты почему гуляешь одна так поздно? Ну, пошли. Кажется, не заметил. О, нет. Походу, заметил. Черт! Теперь он еще и заявил строчить будет. Ты меня обманула, чтобы их украсть. Разве так можно? Я тебе верила! Ты права. Так нельзя. Прости, это больше не повторится. Найти одежду. Только где ее найти? Можно заглянуть на парковку, но я что-то не хочу. Куда, блин, еще пойти можно? Вот здесь что-то есть. Пойдем туда. Так, тачек нет? Нету. Брошенный дом. Ну, хоть и дождя укроемся. Кэра, мне тут не нравится. Знаю. Всего одна ночь, и тут нас не будут искать. Кусачки. А у нас нет кусачек. А. Не просто... Не очень-то комфортный тут дом, конечно. Пойдем поищем другой путь. Где вот одежду искать, я не знаю. Так. Так, нет, еще не дай бог увидит. Кто-нибудь... А где одежду-то найти? Я не знаю. Одежду, одежду. Бомж какой-то дрыхнет. Здесь... Какие-то хрень еще есть. Надо найти... Надо идти именно по дороге. Сюда, что ли? Ладно, давайте войдем. Не знаю, правда, зачем. Тут тепло. Сейчас согреешься. Комплект одежды. В стиральных машинах, думаете, что-то есть? Блин, какая неудобная камера. Нет. Нет времени на чтение. Так, пустые они все. Так, как насчет... Что это такое? Сухая одежда... Для лисы. Что ты делаешь? Это же чужое. Нам это нужно. Тебе надо согреться, а мне избавиться от униформы. Но это воровство. Так ведь нельзя. Прости, Алиса, но нам придется. Так, лишь бы этот мужик не проснулся. Так. Быть незаметной. Так. Так. Продолжение следует... 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 Почему он меня не любил? Почему всё время на меня злился? Я хотела, чтобы мы жили нормально. Я что-то не так сделала. Я плохо себя вела. Поэтому он всегда так злился. Я просто хотела жить, как все. Чтобы он любил меня. Почему нельзя просто жить? Не знаю. Он чокнутый был. Ты ведь меня не оставишь. Обещай, что не уйдёшь. Обещаю. Мы никогда не расстанемся. Конечно, обещаю. Никогда. Надо поспать. Я выключаю свет. Спокойной ночи. Ну, ё-моё, сигнализация ещё на дороге. Уйти и лечь в кровать. Лечь в кровать, почему бы не... Вы это слышите? Как же они меня задолбают. Нельзя следить за машинами, а? Заколебали. Вот серьёзно. Опять нет. Эти интернеты... Да что ж такое? Ладно. Ещё одно задание и хватит. Оно не очень длинное. Как раз-то короче, чем вот это вот. Фух, наконец-то прекратилось. Маркус выглядит таким, как будто он обгоревший. На обгоревший военник и на Скайуокера похож из «Звёздных войн». Все системы в энергосберегающем режиме работают. Это плохо. Что ещё у нас имеется? Это мы уже осмотрели. Отсутствуют ноги. Видимо, не только в голову выстрелили, но ещё и подожгли. Функционирует нога. И совместимо, значит, её можно ставить. Правая нога функционирует. Теперь надо добыть левую ногу. Правая нога повреждена и несовместима. Тогда иди в жопу, нога. У нас тут ещё куча... Здесь тысячи ног валяются. Наверняка хоть какая-нибудь из них может подойти. Совместимо и функционирует. Значит, её можно вставить. У него там сердце какое-то внутри. Точно кожа повредилась у него. Как будто обгорело. Раз там внутри сердце какой-то и что-то ещё. Контроллер. Все места. Он хоть и робот, а мыслит как человек. Наконец-то можно ходить. А это что такое? Здесь место, где наша свобода есть. Найди Ерихон! Найди Ерихон! Какой Ерихон? Чё? Отстань от меня. Что это за руки? О, господи. Куда ты идёшь? Так. Найти оптический блок, найти регулятор насоса, найти звуковой процессор. Так. Сканирование невозможно, так как нет второго глаза. Функционирует, но несовместимо. Жаль. Тут тысяча убитых роботов. Нет одного глаза, поэтому просканировать ничего не получится. А этот без головы. Я сказал осмотреть. Этот тоже неисправил. Прикончатый мир. Прошу. Я больше не хочу жить. Пускай. Ладно, я с ним. Он, он только... Он всего лишь робот. А свалки он всё равно не сможет продержаться. Оптический блок, совместим. Отлично. Второй глаз сейчас достанем. О, боже. Ещё целая куча роботов можно. Можно найти полезные детали. Среди них... А, надо держать. Е. Так. Наконец-то можно сканировать. Найти регулятор насоса. И звуковой процессор. Так. Вот этого можно проверить. Совместимо. Регулятор телевизорного насоса. Толь, не надо, пожалуйста. Я хочу жить. Тебе здесь не выжить. Риск отключения не в инфо. Чего-то там, я не знаю. Вставляй их быстрее, пока робот не отключился. Отлично. Регулятор насоса добыть. Теперь нужно найти звуковой процессор. У меня не осталось. Не было выбора другого. Только убить его. Найти звуковой процессор. Там есть что-то. Вот эта вот башка есть. Можно ее проверить. Ну иди, чего ты стоишь. Так. Проверим вот этот. Так. Совместимо. Отлично. Прямо в руке у него, что ли. О, какая удача. Наконец-то робот. Готов. Теперь осталось только выбраться отсюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА